Немножечко, небольшая лирическая пауза, позвольте прочитать несколько стихов. У меня очень редко получаются, к сожалению, юмористические стихи. С чувством юмора все нормально, а вот в творчестве как-то не получается. А тут вот получилось. Называется «Тоска по убранной картошке». Когда на улицу и кошку гнать не поднимется рука, Тоска по убранной картошке вдруг нападет на мужика. И вспомнит он когтистой лапой струну тельняшки бередя, Как здесь стоял с соседской бабой в одну и ту же даль, Глядя и опирался на лопату, ловил ноздрёй весенний дым, А чад просроченных купатов казался сладким и родным. В глаза и уши лезла мошка, пот не агары лил с лица, он верил. Осенью картошка наполнит радостью сердца. Но, глядя в паханную землю, изрешечённую дождём, Никак душою не приемлет платить за драник вешним днём. Как бомж октябрь за окошком ворочается пьян в грязи, В тоске по убранной картошке затих непонятым сизиф. Спасибо. Да, и вот ещё одно тоже. Я их считаю юмористическими, но так вот сейчас читаю и думаю, тоска, тоска. Остров неподдельного счастья. Я сразу скажу, да, у меня вот по этому стихотворению не сразу понятно, о чём идёт речь, поэтому я предупреждаю. Это зарисовка из общественной бани. Называется «Остров неподдельного счастья». Небольшой комментарий. Остров неподдельного счастья – это из произведения Юрия Иосифовича Коваля, «Суэрвыр». Там это остров, на котором все-все-все самые лучшие московские бани размещались. То есть «Остров неподдельного счастья» – смысл именно такой, что это вот такой банный кайф. «В своём достоинстве и праве, не посрамлённые никем, одной приписанной державе из мокрых и оглохших стен, на тронах, мощно и лениво, полусидят, полулегли, полусмакуя, полупиво, в нарядах голых короли». Их взор не лестью затуманен, их мысли к истине близки, их профиль – полуостров Канин, а члены вялы, но легки. Державный час, увы, короткий, и голый королевский путь не дерзким мальчиком, но тёткой закончится когда-нибудь, а на другом от счастья края столь неподдельного. «Увы, в самообмане, что легчает, одетые сидите вы». Я почему сразу прокомментировал по поводу Бани, потому что я когда скинул этот стих Николая Леонидовичу Грахову, ну, я думаю, многие, наверное, знают, кто это такой, это наш замечательный фильмский поэт, он сказал, что-то ты мне политику какую-то пишешь. Я говорю, нет, как бы вот, а-а-а, тогда да, тогда нормально. Ре statistкий фильм,